всех приветствую дорогие друзья вы находитесь на канале обзоров походной еды с вами макар и сегодня мы с вами будем тестировать такой очередной продукт от компании березовский мясоконсервный комбинат давненько они выходили у нас выпуске можно подписаться на instagram outdoors history и узнать чем я занимаюсь такими жаркими летними днями что ж у нас очередной завтрак туриста у них целая серия есть на канале в принципе у нас уже были завтраки туристы от березы если помните с американскими туристами там вот такой был дизайн а здесь у нас можно увидеть таких уже вот советских туристов которые пьют чай что-то вот поджаривают там еще вдали кто-то идет такие вот деревья классический дизайн от березы в принципе симпатичный палатки елки ну такая интересная банка кстати уже современная-современная открывашка которая позволит использовать лайфхак в этом пекле она прогорит немножко наверно ну хотя давайте ознакомимся так что у нас тут по весу 340 грамм классика когда и у нас изготовили свеженькая 29 мая 24 года не обратимся к составу плохо на березе читается он конечно но попробуем попробуем итак состав достаточно пестрый мясная обрезь говяжья желованная свинина но этот классика этих туристических завтрак в смесь говядины и свинины шкурка свиная вода питьевая говядина комплексная пищевая добавка в которой включена соль наш любимый антисляжущий агент ферроценид калия фиксатор окраски химозы короче нитрит натрия ядат калия немножко подсластилили может к чаю можно без сахар белый ну и специи перечертак давайте интересует массовая доля по закладке обратите внимание расшифровка идет мясная обрезь говяжья желованная жилы здесь 40 процентов свинина 20 процентов и чистая говядина всего лишь 10 процентов хранится три года такая заявочка на черный день как бы и что мы еще видим рекомендацию охладить рекомендует охладить возможно горячий тест не понадобится из-за такого химического шкурного состава самом деле когда такие составы вижу то есть ну изначально уже не хочется ее брать но вдруг случится чудо покупалась она в светофоре 350 там завезли в принципе можно увидеть ну что ж откупорим нашу кубышку и так итак друзья кубышка открыто конечно лето жарко доставить даже ночью плюс 20 у нас поэтому охладить конечно не очень ну вот виднеется такой вот жирок они все вот как напоминают друг друга завтраки туристов там шахтерские завтраки пеха конечно она попил она поставим такой же запах такой же аромат и не все одинаковое проваливается вилка то есть там такой вот фарш жилы прожилы не наверное греть нет смысла ведь она все разваливается тает соли здесь прилично давайте выгрузим сегодня без горячего теста смысла нет потому что это сразу окончательно растает короче просто выгружаем и вот так вот пустая банка ну что ж у нас туристы чем питаются давайте поближе посмотрим вот такой вот фарш ну в принципе я думаю что заправить какие-нибудь макароны кнуть картофу но и охлаждена она будет конечно немножко по-другому плюс 20 на улице не знаю где в походных условиях таких охладите давайте еще попробуем кошмарная соль просто на вид как видите не очень на вкус такой смесь сало с солью охренеть какая соленая но не рекомендую в длительных походах потреблять потому что с водой будут проблемы потом очередная походу на спина все понятно помните дизайн вот он уже в жиру но эти чуваки туристы вон они пьют что-то мы решили что не причина оказывается они пьют пиво они запивают эту соленую тушенку балтика и принципе кроме соли то по вкусу ничего толки еще нету специи нормальная даже вот субстанция на в принципе все удобные но только с голода за большого голода с овощами с помидорами с огурцом как бы вместо соли такой мясная соль я бы ее назвал горячий тест конечно тут ноль баллов мы его даже проводить не стали потому что она превратится в суп холодный поставим двойбан ну двойка реально потому что это никуда не годится такой завтрак во рту просто все горит от соли кошмар мое личное мнение категорически не рекомендую приобретению второй раз я ее конечно не куплю пускай она стоит и дальше в своем светофоре вы друге дорогие друзья выбирайтесь на природу покупать качественную тушенку соль это не ешьте разводите костры по возможности наслаждайтесь природой до новых встреч на канале обзоров походной еды всем пока такой думаю за кадром сейчас смачно и зарубая достаточно голодный сегодня целый день исторические расследования попался такой кисло-соленый кусок что было принято решение поступить так необходимо поступать с таким продуктом вот туда швычок жалко 350 конечно